так приветствуем всех после чемпионата москвы со мной главный триумфата тренер михаил гладышев тренер чемпиона евгения тихонова всем привет серебряного прижима абсолютного чемпиона абсолютно чемпиона они в паре выиграли с дмитрий виноградов дмитрий виноградов еще и второе место в личном я третье там два третьих место вы разыгрывали третье но для того чтобы просто как бы командные очки подсчитывать то есть в целом как бы по-хорошему два третьих места вот так что михаил владимирович три медали ваши впечатления о мероприятии чемпионат москвы оставил очень приятное впечатление у играли в основном сейчас молодые спортсмены и их уровень растет и растет он станут все выше и выше очень понравилась игра например победитель жени тихонова очень понравилось понравилась игра дима виноградова влада макарова макса бокова может быть всех понравилась игра вообще может быть кто-то как-то не лучшей форме подошел но конкуренция в москве сейчас очень сильно серьезно в отсутствие лидеров так скажем кирилла скачкова и льва кацмана но если они играли я думаю тоже им было бы очень непросто вообще то есть вот на этом с молодыми такими заряженными вообще классными ребятами перейдем к тому как вот именно ваши как ответы секундирования да вот дима виноградова велось то есть вот от матча к матчу то есть вот там можно начинать брать очередь финала дабы с артемом двойником 3 3 3 9 7 10 и в итоге вот выиграл от мальчик каждый следующий мальчик и вот очень впечатление но финал поэтому не сидели потому что два ваших ученика играли вот но вот про диму побольше что опять же он нас там заминается не хочет особо разговаривать вот и про его подготовку и про то как он выступал про подготовку я могу сказать что вот дима переехал в августе месяце москву то есть вот я считаю что сделал такой серьезный шаг вперед для своего развития вообще потому что москва на сегодняшний день является вот таким драйвером таким трамплином во взрослый спорт тем что вот я хотел как раз сказал о конкуренции здесь то есть именно мужскую то есть вот собрались ребята все молодые все мотивированные готовы работать тренироваться и и расти то есть это очень вот плюс попали при поддержке так скажем там кирилла скачкова то есть вот лёша левенцов был но он уехал поэтому это вот прежде всего потом что москва его поддержала очень серьезно что были сборы то есть вот например совместные которые проводил там давид саркисян когда собирается то есть это очень тоже важно для вообще спортсменов да плюсом мгфсо такое сделала вообще так скажем классные мусках мероприятия например организацию это того что организовывается от мгфсо сборы в китае для молодых перспективных спортсменов дима провел за последние три месяца там 40 дней то есть он почти каждый месяц там участвовал и для него это было вообще первый выезд за границу то есть вот в чем например мне такой есть во первых молодыми ребятами всегда сложно работать в каком плане в том плане что надо много объяснять много там убеждать во многом потому что вот я там через многое прошел многое видел и хочется это все передать а иногда то есть ребята же не были не видели этого как бы это сложно то есть там у них все время там они захотят чем-то это сложно это им не надо там и давайте другое и будут как разбора в китае вывели вот нас например даже вот я вам скажу что вообще не жени тихоновым тоже с ним не просто мы начали разговаривать на одном языке то есть они думали что вот как-то они так много работают им так сложно вообще вот как бы по жизни даже съезде в китай они поняли что как бы вот они здесь такие все вот они такие козырные центровые то есть вот только там как вот мы ездим не самый там скажем туда не пускают конциональной сборной там какие-то закрытые мероприятия в такой провинциальный город где там своя школа центр провинциальный так скажем и там так скажем для китая тренируются в основном они простые ребята и вот эти простые ребята вот они увидели что они очень много тренируются там очень мало едят очень мало отдыхают и при этом работают и да им пришлось влиться вот в эту тему там вот и женя провел сбор который показ очень эффективный там я даже скажу что приходилось убедить его туда что надо туда ехать он тоже не хотел там что-то но это дало вообще очень много это расширяет их сознание их восприятие тенниса вот съездить в азию она другое если у нас вот так скажем у меня вот дипломная работа в институте было это техника тактическая техника тактическая разница в подготовке спортсменов европы азии была мне помог папа вася лакеева теоретически подкован вообще классного такая вот что я сам я читал я сдавал твоя дипломная работа и вот что там как бы как кажется как бы очевидным но там это идет доказательная база о том что например с китай азиатские спортсмены то есть все свое как бы розыж очка рассчитывают на один-два хода то есть они должны быстрее жестче сильнее сразу захватить инициативу и реализовать европейские спортсмены больше на 45 ходов то есть это разыгрывание это более медленно это на филинги где-то обмануть то есть и вот это и вот в этой разнице столкнувшись с азиатской школы ты понимаешь ее превосходство превосходство подач превосходство приема подач превосходство там скажем захвата инициативы насколько она стремительно и сразу идет реализация то есть я вот например столкнулся с этим впервые например с такой жесткостью хотя я был тоже на сборах в китае когда играл с малонгом то есть я понимаю почему он стал там величайшим потому что вот его топ спин справа я такого не встречал то есть вот я играл на международной арене везде там но такого мощного топ спина то есть вот я с ним столкнулся на чемпионате мира причем когда учат на москве да вот был благодарю которая я вот впервые увидел это было чем это было чего я тебе могу сказать потом проходит вот это все три часа и он говорит ты знаешь мне не понравилось и повторим поворачивается и смотрит на счет и там 10 7 и он такой блин прям расстроился хотел у меня забрать до врезал я тогда вот закрылись мысли что хорошо что мы не боксом занимаемся он как вот тайсон в боксе это у меня сейчас убил все был боксер у меня убил бы блин он как бы был в команде на его как где он где он где артур я подумал что как хорошо что я не занимаюсь боксом потому что он тайсон просто тайсон в мире настольного тензи я думаю у меня убил бы и ребятам съездить туда в китай в азию просто посмотреть разницу во первых в подготовке техника тактической подготовки физической да просто в объеме работы что можно работать и мне очень понравилось когда дима приехал по все же год а почему мы не делаем так давайте тренироваться три раза в день его и действительно это правильно эта тема и вот сейчас вот мы проводим время в зале вот я прихожу там в 10 часов а ухожу 8 то есть вот и мы проводим получается сколько вот я в зале провожу то 10 часов до у меня приходит 10 часов в зале есть спортсмены которые к этому не готовы но без этого если думать вот мы к сожалению сейчас вот закрыта для международной арены и когда она откроется когда мы выйдем какие мы будем это большой вопрос и правильно то есть и конкуренция сейчас если можно было расти есть такие темы вот и рассказывал например делился интервью с феликса что была травма что он играл только соревнования это алексис алексис да это есть такая тема где ты вот например растешь за счет соревнований вот это дима мазунов когда я с ним играл в угмк он делился этим это более взрослые спортсмены должны больше играть соревнований ты там растет потому что тренируешься много могут быть травм а молодые должны много тренироваться а потом уже играть больше соревнований то есть есть вот такие вот как бы разные вариативности но самые как бы оптимальные мы видим где есть постоянный рост постоянно смены поколений это азиатская все-таки где тренировочный процесс приходит соревновательный то есть и вот для нас наверное вот для вообще для всего настольного тенниса россии сейчас это очень большой важный такой момент то есть мы закрыты и какие мы выйдем если мы будем кайфовщиками такими как можно вот у нас там кайфовать там как бы то наверное мы выйдем наверно не такими как даже как были то есть вот это мое мнение потому что настольный теннис развивает стремительно все идут вперед меняется понимание тенниса меняется в зависимости с мячом этим он становится более острее жестче то есть такие играют атлеты и все время на острие атаки то есть уже филинг обмануть кого-то уже ты уже не обманешь так то мы такой ушли вот да вообще куда-то ушли убежали вообще от чемпионата москвы от москвы то есть в принципе получается ну про дима то что он съездил в китай то что вот он оттуда там хороших он играл да то есть он принципе по китая получается вы видите почерпнул много как бы для себя нового хороший набрал объем приехал довольно таки плотно к самому чемпионату самому сон поднему было в москве сегодняшний там акклиматизироваться как-то вот восстановить это и вот где-то вот может это там не хватило ему для того чтобы именно быть в своей лучшей форме на протяжении там всего турнира как конечно и дай даже приходилось там диму останавливать во многом но дима работает наперед на будущее что ну а у нас есть конкретные цели например могу сказать что по женному сбору в китае что он приехал он успел восстановиться все это переварить потому что китай надо переварить надо это усвоить чтобы это стало твоим и просто тебе что-то далее ты там как бы от твоим это стало и он смог восстановиться и поэтому блистательно отыграл чемпионат москвы дима приехал 22 января только со второго сбора то есть вот я что не встречал например могу сказать тоже игорь рубцов был любитель по поработать но вот был такой момент он уехал перед чемпионатом россии на в китай на сборы приехал прям тоже перед китаем хотя игорь был всегда как бы в тренировочном процессе он загружен тоже но он вот настолько уставший вообще ничего не смог показать вот такой есть момент жене ой дима вот он там так скажем отдать ему должное что он ну конечно и вот мы совместно все-таки говорю что есть вот мои тренерские как бы это вот мой тренерский опыт для подведения спортсмена именно к тому старту который нужен потому что это отдельная вообще как бы от тренировочного процесса темы отдельно есть ты когда ты работаешь наперед а есть когда ты должен достигать цели именно сейчас это разные вещи вообще в подготовке и дима вот например с двойниковым который матч абсолютно не складывался в его пользу где артем был фаворитом и я так думаю что постоянно это доказывал и реализовывал во время матча дима смог его перевернуть вот в седьмой сет показать именно не то что уже какое-то спортивное мастерство волю не то что даже вот да скажем сделать усилие во время матча показать волю и характер чтобы победить проигрывая 9 3 9 4 в седьмом и выиграть это но это круто ну да я это заценил это просто круто такой маня который определял шестерку уже до себя бы попадаешь на россию точно и но это точно было важно очень матч да и например матч 2 с максом боком где макс тоже был фаворитом явным дима показал вообще стартанул так отлично уже тактически показал очень зрелый теннис мужской действительно тактически потому что с максом надо как бы уметь играть тоже дали если ты как бы что-то не понимаешь с максом до крызи от максом и что-то не понимаешь для тебя это пол заканчивается при любом счете да и тоже там момент такой что-то он вел вел и упустил как скажем инициативу и опять начал проигрывать очень много и легко то есть и смог вернуть это тоже показать волю говорит один что это ну вот волевой спортсмен а и все к нему придет скажем потому что как раз сказать о жене тихону он по турниру был действительно готов очень хорошо фантастически каком плане что был никита машков машков непростой парень которого надо тоже обыграть 41 влад макаров который сейчас на высоте вообще как бы на 5 по рейсингу россии серьезно 41 и финал 4 0 то есть вот как раз том что в подготовке вот было жене что он по ходу турнира рос постоянно а дима то есть он вот от сбора в китае что вот он действительно это сложно потому что это у дима тренировался три раза в день сам себя заставил там не заставляли два раза достаточно дима заставлял себя тренироваться три раза в день что дима с прям по ходу турнира чувствуешь он подсаживается поэтому так вот главное что он выполнил какой-то ну не второе место взгляд 1 5 москвы это круто результаты и в целом видно что у него есть идет рост вперед ну конечно что команда москвы в каком плане что это элита москвы это такую ты становишь таким козырным парнем каким-то вообще да для всего что ты особенно для молодых спортсменов такой стимул расти развиваться и стремиться куда-то потому что это определенный этап который нужно вот из юношеского спорта взрослые нужно перейти то есть чтобы этот как бы момент он не затягивался то есть именно сразу туда запрыгнуть это очень важно чтобы это не растянулась ты немножко не потерялся не растворился а прыгнул сразу туда то есть это сказать вот как конкретно моих ребятах это и артеме что-то он занял третье место это вообще такой показатель жалко что не получилось у него сладо макаров что но он был очень близок победе что действительно такой прям вообще очень много очень близко так в какой-то момент думаю напугал его прилично когда счет должен стать 33 там уже это уже нервы как бы сложилось это непонятно так что артем красавец отдельно еще раз хочу сказать спасибо всей семье тихонов тить тим тихонов и папе которые мы совместно с ним потому что вести двух и вести так серьезно очень сложно да что он вел женю и и как бы это все вот такая помощь как бы вот друг другу совместная работа она приводит вообще вот таким результат потому что он папа абсолютно позитивен абсолютно позитивен абсолютно со знаком плюс потому что ну разные родители по-разному могут вмешиваться я как бы у меня есть опыт хватает да такого каких-то преодолений каких-то вот таких вот блин там а он всегда на позитиве всегда только в плюс там и вообще было классно огромное спасибо владимир скоро большое интервью евгений тихонов всем привет чемпион москвы 2024 с нами и разговор через несколько дней после этого триумфа какие-то но это и первые слова впечатления о победе ну конечно безусловно было тяжело но я себя чувствую как там очень уверенно ведь срывании на этим и на этом москве не сомневался в своих действиях ну а за счет чего ты подошел в такой форме ты думаешь меньше думал то что и вот попасть на команду или то что же будет есть там проиграю думал какие 10 надо сделать матча чтобы выиграть и кажется это помогло очень сильно и помогло очень помогли очень сборы кислородске с вячеславом боровым и с тем кто там присутствовал это вот была юниорская команда получается нью-йор и кадеты там все вместе были это была подготовка уже вот в январе до там числа 85 по 18 января вы там тренировались хорошо берем китай вот опять же там вспоминать с пихо владимировичем китай ты был на первой поездке дима ездил и первый раз и второй ты ездил только первый то есть вот что тебе это дало вот по твоим впечатлениям тоже принципе особо то есть мы там выкладывал хиты а фрагменты из твоих просто тренировок но то и конкретно впечатление по китаю и вот насколько это вообще там тебе помогло не помогло к тому что опять же прийти в такую форму к этому турниру в китае был конечно тяжелее даже чем в россии и там значит работы над своими ошибками было достаточно интенсивнее намного чем также в россии и объем там больше новый опыт с другими игроками тоже дал себе знать спарринг партнер там очень хороший был помог разобрать ошибки свои бакаем который данным баками то есть там отточил технику и набрал объем хороший да и уже то есть в кисловодке было больше такое то есть не такой жесткий как бы набор но то есть вот тоже самое как бы хорошо именно набился уже со своими получается после сборов в кисловодке как-то вот и восстанавливался сон вот опять же как ты подошел так выстроил чтобы в оптимальной форме подойти через неделю к старту турнира вот тренер михаил владимирович нас не особо гонял и как раз то что он нам дал отдых это очень помогло пройти в чувство подумать о своей игре и подготовиться к стреланию если брать под по каждому матчу уже пройдемся такие самые черт финал которые начались прям серьезные с мошковым то есть вообще какие у тебя впечатлениях шоу по ходу матча что у нас там часть получается финал то играл правильно со мной и через финал то играл правильно со мной тоже на соседнем столе я тоже там немало не все видел вот поэтому интересно вообще как бы как на складывался потом впечатлениям что вообще было в голове и в целом с мошковым как быть это не супер там хорошая статистика поэтому то есть вот как-то все сложилось удачно ну был за тому что не побоялся и сразу включился в игру там подбадрился как мог не давал сомнения чтобы показать сопернику что ты стал духом напрягал своим своим напором скорее такая психологическая больше была игра была даже можно сказать а вот целом я еще хочу подменить на что мошков там пытался как там на стол свалить и там судей вызывать чтобы мячу сбить но благодаря тому что себя поддерживал вот как раз это и помогло не расслабиться и продолжить играть мать макаром то есть вот брать вообще самый сложный матч турнир какой для тебя это с макаром либо с мошком либо с димой финал ну мне кажется таки с мошком тяжелее всего из-за того что вот как бы его последний игру допустим макарова там на любительского турнира нью-холланде я обыграл его и здесь мне было уже это легче с ним играть а вот мошкову я последний раз как раз 03 проиграл и до этого тоже сейчас проиграю и тяжело было но вот опять благодаря своим там силе духе своему настрою ночью проявил характер и за счет этого смогут какие-то моменты которые за которыми он раньше задавливал условно их не дал как бы раз за каждый меч можно сказать хорошо с макаром то есть там месяцев 8 назад его выиграл но только бы да я тоже перед вашим думал что вот хорошо что ты его до этого вывел потому что всегда тоже с ним то тоже всем такое психологическое давление идет вот что он по сути там долгое время вместе тренировались такой старший товарищ вот и раньше когда там встречался на первенстве москвы там юниорском кадетском было такое что я видел по игре где ты был его сильнее местами даже но вот просто он психологически там задавливал и ты проигрывал вот не ход в этом плане хорошую службу сослужил вот по финалу с димой то есть ту финале с димой вышел готов победить где мы до этого тоже два раза проиграл вроде 14 и 13 да просто тоже вопрос что с диме ты тоже постоянно проиграл до этого то есть все я помню какие-то там пересечения ваши на юниорском поприще это все время как ну что у меня говоришь ты очень когда последний раз уиграл то нет ну я вначале всегда его вырвала ну когда он еще нет понятно но откроет он вышел на этот уровень условно там 1500 плюс когда вот он набрал за материал и вот у меня выиграл но следующий матч я выиграл потом у меня еще два раза в игру так получается благодаря своей пиковой форме вот сейчас я могу сказать я свою настрою то что я преодолел еще предыдущего участка сильных достаточно очень вот это не помогло финале держать оставит это такой же настрой и одержать победу в общем уверенности придали предыдущей победы и финале как бы все это в совокупности дало то что ты там показал свою лучшую игру ну и болельщики тоже очень сильно помогали которые не требуем по инвентарю точно будут расспрашивать инвентарь вообще на мизутане когда перешел на мизутане года потора назад но сейчас ты тебя полностью строят инвентарь цена пусть потихоньку там что ты ищешь досматриваешь я все-таки чтобы вот снять и такую церковь больше вращения и чтобы устала лучше играть но я пытался бустерить там не буду без бустера играть раньше когда я играл без бустера не очень понравилось вот полгода назад я начал бустерить мне понравилось играл потом какой-то момент решил опять без бустера поиграть и в тот момент как раз мне опять странно то что мне понравилось игра без бустера это вот натуре сыграл на первом наберу в Оренбурге всегда впервые без узора идти понравилось и ты продолжу я вру-бру на первое не играл я играл с бустером даст на втором на втором туре попал без бустера в питере то есть конец декабря условно да да и там из-за того что я обычно это отхожу от стола и мне в этом бустер помогал то что я лучше чувствовал от стола все без бустера у стола у меня хуже получалось но меньше меньше чувства не красу стола у меня получалось лучше до стола осталось бустером лучше из того что размягчалась накладка получается хуже летела из до дальней зоны среда и сейчас как бы ты сейчас вот я чуть плюс чуть средний и в ближней зоне я много комфортно себя чувствую больше следить за этим придерживаться этому но при этом и безближней особо потерял условно уйдят 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 бустера понял хорошего дальнейшие планы сейчас будет топ-24 по 2005 году конечно забрать его дальнейшие планы и показать очень хороший уровень на россии назовство россии перед этим еще то получается будет тур премьер-лиги но и там тоже конец февраля начало марта и уже потом все будут готовиться к после вот между туром и россии ничего нету ну вроде бы так ничего не должно быть и евгений будет готовить свои мощные топ на крупный турнир ты получается прошлый раз тебя было так что ты с кем играл в группе ты нибудь ты не вышел ты от и попова андрея провела 32 я запрыгал по квадре в общем по итогу что маска евгений стал более характерный более уверенный себе и это принесло ему победу одном из не знаю самый молодой победитель или нет пишите комментарии если что точно моложе чем кацман вот а так мы всю историю не изучали так что поздравляем его и кстати нюхоун на нюхоунде выиграл впервые макарова а анонсируя то что следующий нюхоун состоится 23 февраля в ньютон арене прошлый год они все проводили в спейсе клубе турнир сейчас будет с более большим призовым фондом 32 участника с ограничениями 800 плюс рттф и буду там и кацман уже согласился и там двойников макаров байбудин много много будет мастеров вход бесплатный 23 февраля все приходите вот евгений сыграл выиграл макарова почувствовал уверенность это ему помогло на москве так что я думаю сражение в этот раз ребят не смогут потому что них топ опять же 24 юниорский вот а так я думаю анонс еще будет в телеграме и поздравляю брат а ну и большое спасибо нашему конечно же отцу до какой-то может быть взаимодействие с папа тоже расскажи потому что таки михаил владимирович он больше с димой а нас ввел все-таки отец твоих это это впечатление отец когда секундиром я очень помогал между очками подсказывал конечно со всеми его решениями я совершался но все-таки благодаря этим решением которые он мне говорил я и выиграл ну да потому что он уже тебя хорошо чувствует когда что там где-то промолчать это что-то подавлял где-то смягчал опытное взаимодействие принесло плоды вот так вот все всем спасибо артем тихонов тт лайф эльгрей евгений тихонов спасибо спасибо жертву главное чтобы там записалась